да привет привет друзья меня зовут denis борисов и пока есть несколько десятков свободных минут я решил ответить на ваши вопросы если конечно они у вас есть да здравствуйте здравствуйте друзья скоро совсем праздник совсем чуть-чуть времени осталось и в общем то выходные вот уже на носу все мы работали очень долго и упорно я надеюсь вы тоже работали как я и наверное все зажидались выходных вот поэтому перед выходными давайте поработаем давайте пообщаемся яблоки на сушке можно но не очень много потому что там находится фруктоза простой сахар эфедрин перед летом эфедрин обычно пьют на сушке для того чтобы сфокусировать свои возможности в плане тренировок потому что когда углеводов очень мало энергии мало чувствуется слабость и расфокусировка кризис вы знаете кризис это такое состояние вечное после клена отката обычно нет как снять жилье в киеве лучше нужно пробовать различные варианты нужно ездить смотреть разговаривать как прорисовать мышцы помимо диеты второй вариант помимо диеты можно увеличить расход калорий но в конечном счете все опирается в один и тот же принцип тратить нужно каждый день больше чем получаешь это можно достигнуть с помощью диеты а можно этого достигнуть с помощью тренировок то есть увеличить расход калорий по теме хряпнул бы 100 грамм фронтовых с ветеранами я думаю нет знаешь вот у меня дед в общем то он вообще не пьет как бы тут так это такой обычай более чем формальный типа вот вот за победу 100 грамм я в особо в это не верю клиент бутерол клиент бутерол на мой взгляд эффективно работает только в той ситуации когда используется используется стероидными гормонами на сушке других ситуациях он не нужен но наш я вообще очень долго не пил но честно говоря сказать что вообще сейчас не пью я не могу потому что у меня был опыт опыт небольшой опыт шампанским у меня был на мероприятиях привет привет что тема про предзаказ ты знаешь если у тебя есть сомнения то скорее всего девушка не то не твоя потому что когда человек уверен в своей девушке у него таких вопросов не возникает использую свою память все записываю хорошо ли нет это плохо память растренировывается mac или windows windows медицина должна быть бесплатной ну ты знаешь у меня тоже должно быть три майбаха и 10 квартир на сейшелах сказать что должна была это это слишком мало с материалом я думаю будет год годнота будет еще так годнота учитывая что дэнчик целыми днями сидит этот материал пишет доводит доготавливает то думаю да сегодня опять таки я проснулся в семь часов и собственно говоря вот до сих пор сидел писал материал дорабатывал и так каждый день так что я думаю будет годнота так так у тебя по поводу прошлых девушек не было сомнений дэнчика никогда нет сомнений а я все делаю без сомнений про карабах слушай но это очень старая история понимаешь они этот карабах он постоянно был то с одними то с другими и вообще конфликт он затихнул только времена советского союза это с помощью при точке силу применили очень большую все время советы а так в общем то что ты хочешь от меня услышать на чьей стороне нахожусь или что потомство друзья вы мое потомство знаете потомство можно оставить двумя способами можно оставить потомство в виде идей можно просто оставить потомство в виде генетического материала и в общем то это это имеет определенные преимущества чаще всего люди уходят и жизни они после себя ничего не оставляют а я уже поработал у меня уже там куча различных идеи концепции бродит по интернету есть очень много людей которые поддерживают эти идеи разделяют то есть я уже после себя в некотором смысле потомство ставил интеллектуальное грудь красная не знаю наверно загорела тренить почему стал меньше приоритеты поменялись знаешь мне еще с 2000 года в общем то было уже не интересно выступать на соревнованиях потому что в этом была какая-то потеря смысла то есть все одно и то же одни и те же рожи одни и те же сплетни какого-то прогресса ну да ты прогрессируешь у тебя рука больше становится что дальше непонятно то есть я перерос bodybuilding где-то в 2000 году мне стало неинтересно а сейчас ну я продолжаю заниматься два-три раза в неделю я вот сегодня занимался вдруг другое дело что я занимаюсь без прогрессии и без фармакологии совершенно то есть я занимаюсь таким знаешь фитнесом для себя для поддержания здоровья если бы выигрывал то было бы интересно и в том-то и дело что я выигрывал наверное как раз то вы поэтому стало неинтересно мне очень легко давался bodybuilding я юноша выступал на мужских чемпионатах страны становился там серебряным вице-чемпионом страны мне было очень легко выступать у меня были очень сразу хорошие результаты поэтому поэтому пропала мотивация это вообще больная проблема часто люди спрашивают ёшкин ты кот почему типа там вот у того-то чувака у него такие богатые родители у него есть все условия для того чтобы заниматься любым бизнесом у отца там связи и деньги и все такое прочее бери занимайся почему не занимаешься да потому что и не занимается что у него все есть мотивация появляется не тогда когда у вас все есть для того чтобы это сделать мотивацию вас появляется тогда когда у вас этого нет но вот это в том числе моя проблема потому что у меня все было мне было легко выступать как насчет моя заблоченная группа вконтакте до херозная что там стоит группа вконтакте я же даже не знаю что за группа в беларуси живешь а кто вам сказал что я живу в беларуси друзья я в беларуси не живу где находишься в нот с данными тут прямо сейчас конкретно нахожусь киеве зеленый король не читал лучше добавки от хруста хруста в суставах но считается что хондроитин глюкозамин хотя на самом деле я в это особо не верю деда байдан не хожу в киеве солнечно все спокойно гандапаз очень интересный спикер я бы даже сказал что это самый интересный спикер из всех российских держится уверенно интересно но правда очень очень дорого стоит его мероприятия поэтому я на них не хожу я работаю и не работаю я бомжую я продаю информацию в этом заключается моя работа продаю различные обучающие материалы их можно посмотреть на сайте fit for life точка ру супруга и отношения у нас прекрасные можно позавидовать пиндосию нет пока еще не собирался но вообще у нас по плану перелет в конце месяца я ближайшее время не планирую ребят семинары семинар это такая вещь найти она мне нужно тратить время нужно ехать нужно организовывать нужно суетиться на самом деле выхлопа то очень мало то семинар это исключительно такой момент но его нужно захотеть очень сильно да что ты там уже запарился сидеть дома и вот вот захотела чего-то новенького к семинару нужно созреть я пока не созрел обама мне ну пока мне конечно поймите меня правильно друзья то есть политика то его мнение не нравится а вот с точки зрения подачи до харизматичности юмора до обама достаточно сильный политик если его посмотреть в оригинале на английском он очень четко тонко шутит он очень чувствует аудиторию то есть он такой товарищ хитрый казахстан пока не планирую как менять стероиды после маленьких перерывов ну традиционно меняют просто препараты меня от препараты в общем то их часто меняют стеком и в рамках одного цикла хотя я сторонник не менять а лучше отдыхать до визу в штаты я получил так что могу ли могу летать если захочу твои результаты 3 3 трехмесячного курса гормона роста понимаешь результат объективно сложно сказать ну что значит мои результаты я помню когда я зафигачил хорошо на гормонии роста со стероидами меня вес подскочил по моему до 113 килограмм или 114 это конечно был такой адский поросенок но это максимальный был вес за всю мою историю больше никогда не весил и это произошло именно с помощью гормона роста начал я фигачить где-то с веса наверно 95 три месяца обильного питания гормона роста и стероидов раздули тушку до 114 килограмм виза сша нет тяжело не далась все легко ребят все легко когда по плану да то есть ты когда понимаешь что и как нужно делать составляешь себе четкий план берешься и делаешь нет вот нет никаких проблем я честно говоря не совсем понимаю тех товарищей которые горят шенген там невозможно получить европу невозможно вы хотя в америку очень сложно если ты имеешь четкий план и начинаешь его делать то у тебя все получается в любом деле у меня еще год назад не было ни шенгенов не американской визы и вообще непонятно было как это все сделать теперь у меня годовой шенген европу годовая американская виза что я расписал что зачем в какой последовательность нужно делать для того чтобы получить предатель говорил что пиндосию не любишь а сам а еще один обиженный появился ну ребят вы странный реально я что выезжаю на пмж в пиндосию эти вот есть такая категория людей которые которые на них просто с противно смотреть я называю их обиженными которые на на всех обижены за все на дэнчика они обижены за то что он там платные делает курсы или на не на дэнчика обижены что там он куда-то там путешествовать что-то в америку едет там обижены предателя не говорят оставайся со мной жри говно со мной из одного черпака будь как я дело даже не в том что я никуда не уезжаю и никаких позиций своих не поменял мы просто сама подачу от обиженные кто-то обижены на рашку какашку кто-то обижены там на украину кто-то обижены на путина кто-то обижены на семью то обижены что ему не повезло с образованием вот это вы знаете такое вот это вы знаете такие социальные гомосексуалисты такие латентные да то есть от них ничего не зависит они но они на всех они на всех обижены потому что всех от имели вот дэнчик от имел потому что он остался а дэнчик вот уезжает штат там путин плохой он наворовал из-за него я так плохо живу рашка какашка не повезло в ней родиться и вот у таких обиженных у них миллион вещей на которой они обижаются есть обиженные знаете вот категория который этот ибо баба раб у них все баба рабы вот слушая же их бле пипец вот пипец и я вот таких людей называю обиженными вот ребята реально вот кто обиженный это так забавно со стороны смотреть не надо такими быть на бешеных воду возят они ну просто в офисе я что на кого-то обижался когда-то я там наговаривал я там нет такого нет вот это вот заявление у чувака было такой ты предатель вот только что он весел ты предатель сам говорил что говорил о чем говорил из человека рвутся негативные эмоции потому что он неудачник у него по жизни по-видимому не все хорошо и вот он начинает свои косяки перекладывать на меня что типа я вот куда-то там уезжаю ну и что что я куда-то уезжаю в харькове давно не был к сожалению а вон что сто семьдесят восемь и упражнения посоветую для улучшения успеха в борьбе смотря какой борьбы ты занимаешься допустим если ну допустим если это какая-то борьба в партере типа грэплинга там гораздо больше ну там очень большое значение не помимо тяговых толкающие упражнения для того чтобы отодвигаться противника если же это какая-нибудь вольная или греко-римская борьба там большое значение имеют такие упражнения как становая тяга приседания и тяговое упражнение на спину то есть тут зависит от вида борьбы тестостерон для первого курса да нормально тестостерон это вообще классика жанра для вольной борьбы делая акцент на тяговых упражнениях обязательно делаем становую тягу делай приседания ну и дело весь комплекс упражнений там тяга штанги в наклоне но на спину и между тяговой там жимовое упражнение так важны вассерман его интересно слушать он забавный такой когда изменится цена книги на книги изменится скорее всего двадцатого числа можно ли просто можно сидеть но на эффективность курса это будет плохо сказываться курс будет становиться слабее и риски для здоровья тоже будут повышаться таблицы сайта пропали потому что был полностью изменен движок сайта из персонального блога он стал конференцией вообще я планирую таблицы снова вернуть и разместить в каком-то из разделов например в разделе питания просто сейчас еще до этого не дошли руки руки совсем недавно сайт переехал в перископе перископ тема очень интересная и перспективная другое дело что у них есть одна очень серьезная брешь защите у перископа то есть перископе можно любого человека забанить любого для этого достаточно просто накрутить ему лайков там ведь несколько миллионов и все человека забанят то есть такими раскладами представьте кто-то будет вкладывать инвестировать деньги в развитие своего аккаунта в перископе добьется какого-то значительного количества подписчиков внимание аудитории и так далее а потом какой-нибудь конкурент адский возьмет ну и про спамят его ну как про спать не купить ему там несколько миллионов лайков и все и чувака забанит вот конкурент убран ну я считаю что это очень большая брешь защите перископа это то что людей отворачивает от его использования как угарнул написал тупой пост заметил так дружище ты просто ну не один совершенно тут очень много ребят я не могу отвечать всем почитай шантаром киревым спортом профессиональные не занимался вырабатывать привычки для того чтобы вырабатывать привычки нужно регулярно повторять одни и те же действия высоким мужчинам как правило сложно накачаться потому что у них рычаги длинные да то есть и соответственно брюшкова мышца растянута это генетический фактор да мы собираемся в америке с друзьями проехаться по восточному побережью на машине это будет две недели вернуться обратно шантаром шантаром но вполне возможно не чувствую широчайшие потому что у тебя нагрузку забирает бицепс рост сам по себе это не обязательно плохо это но это один из генетических факторов имеет значение конституция человека то есть если ты такой плотный по себе здоровый да то при твоем большом росте ты можешь это неплохо ты накачаешься но если ты высокий такой аскетичный до эктоморф худощавый то тебе будет крайне сложно накачаться на западное побережье не собираемся варгушу бомбит на меня а кто такой варгушу я не знаю на меня бомбит очень много людей пальмы брайана трейси правда ли правы правда ли что левши более умные или успешные мысль интересная я не встречал такой информации на я встречал такую информацию что среди американских президентов очень много левшей вы прямо настолько много что прям непонятно почему то есть пропорция какая-то совершенно нереальная сколько вас будет и скольких машинах мы будем в одной машине нас будет 4 четверо что будешь делать в америке на этот вопрос я уже отвечала какую машину возьмем я не знаю это будет брать машину мой товарищ максим в чикаго и чем там возьмет то возьмет не честно говоря по барабану когда будут дети вы про это узнаете не волнуйтесь что с линдовером я не знаю бомжам отношусь бомжам не отношусь мне есть где жить плохо отношусь на что люди не работают люди скатились и не двигаются никуда гигмунд фрейд ну не очень я к его идеям отношусь есть информация о том что у него было только семь или восемь больных на основании которых он создавал свои адские методики ну и вообще есть такое мнение что зиммунд фрейд немножко был извращенцем половым утро тронутым да в детстве там он недополучился его поэтому него кукушка съехала крыша потекла и он начал все сваливать на сексуальную недовлетворенность ну потому что у кого чё болит тот этому говорит но это вот мне кажется что-то про зиммунд на фрейда ой слушайте мне пока не не до следующего платного материала я сейчас заканчиваю 100 плагинов для управления вселенной я в совершенно измотанный выжат потому что это был очень сложный материал мне нужно отдохнуть нет не всю речь понимаю ну а она очень разные кроме того вы знаете есть очень серьезные акценты в английском языке даже вот мы заговорили сегодня президентах американских да то есть я допустим барака обама более-менее еще понимаю но примеру буша я не понимаю то есть очень разные произношения потому что везде за и заехать не получится мы решили заехать нью-йорк и новый орлеан ну и майами из таких крупных городов с америке если будет вай фай мирно сделаю честно говоря заказывают вот мамой клянусь даже не смотрел со вчерашнего дня за пошли не пошли главное чтобы у меня была мотивация подвесил себя сержанта на плечи что я заявил вот соответственно у меня теперь дополнительный стимул больше работать появился курсить будущем планирую ну это будет позже и надо будет смотреть что там с гормональным профилем и так далее контакте я очень редко отвечаю я честно говоря вообще редко в контакт читаю на сколько денег рассчитывать такую поездку но вот мы билеты купили по предварительно покупали билеты из минска до нью-йорка из нью-йорка до минска нам это обошлось 500 долларов на человека отели но смотрят где их снимать смотрят где останавливаться от маршрута зависит допустим нью-йорке даже по пред предварительному бронированию дешевле чем за 100 долларов в сутки сложно что-либо заказать шпаку я отношусь нейтрально я его не знаю лично то есть как он выглядит мне не симпатично я с таким не хотел поехать в америку путешествовать нет тарасов не едет тарасов будет киеве на хозяйстве курс доллара я же горел будет волотиться поле-менее можно будет что-то предсказывать осенью варит после выборов сша репетитор желательно с репетитором проще учить какую примерно сумму потратил я не планировал специально сколько я буду тратить я беру с собой карточку сколько надо будет столько и потрачу но я думаю что пару тысяч придется потратить любом случае чтобы мыслить разумно и рационально нужно смотреть дэнчика и повторять за ними блогеры зарабатывают очень херово на мой взгляд ну смотря какие блогеры смотрят где то есть блогеры русскоязычные зарабатывают очень слабенько что маг 100 500 как сохранять отношения на расстоянии то очень долгая тема для того чтобы отношения кто должен сохранять чтобы человек не ушел или чтобы вам захотелось ним остаться то есть надо как-то более конкретно вопрос да у меня сейчас много бизнес идей в проработке некоторые из них крайне серьезные лифтером в томске тоже привет пацаны маг 100 500 самый богатый блогер я об этом не уверен дело в том что у макса 100 500 у него нету тематической ниши для того чтобы что-то в ней продавать маг 100 500 это развлекательный проект вот это много людей но они беспонтовые совершенно то есть там нету а какого-то вменяемого комьюнити людей которые бы объединялись каким-то общим интересом которым можно было что-то продавать то есть вот допустим взять любую любую девушку бьюти блогера она по крайней мере может продавать какую-то информацию допустим как там делать мейкап либо она может продавать какие-то там партнерские штуки я не веду там косметику допустим то есть там есть четкая аудитория с понятными интересами у макса 100 500 такой аудитории нет поэтому меня очень большие сомнения что он самый богатый в рунете что выбрать город или деревню для жизни это зависит от твоих предпочтений я бы допустим в деревню бы сейчас не выбрал я бы сейчас выбрал город но может быть лет через 20-30 летишь дынчика и в деревню потянет где можно написать тебе пиши вконтакте то есть я не гарантирую что я отвечу но и шанс что замечу почему распадаются браки в которых есть ребенок а причем тут и есть или нет ребенок если люди принципиально не устраивают друг друга ну значит а степень недовольство настолько сильно что не может остановить наличие даже ребенка то дело не в ребенке они распадаются потому что они изначально не подходили друг другу оптимальный выбор возраст для женитьбы он это не от возраста зависит это то есть от того состоялся мужчина или не состоялся для той боксеров посоветую приседать и делать полиометрику то есть больше делать акцент на ноги практичность айкидо не знаю небольшие сомнения в практичности айкидо потому что когда я смотрю на различные чемпионаты ммэй да то есть я там не вижу звезд айкидо я вижу там звезд бокса я вижу там звезд карате я вижу там самбистов боевых я вижу там очень много бразильского джиу-джитсу да то все такие вещи вижу рабочие айкидо я там не вижу там ушу я там не вижу ну то есть это очень хороший критерий для того чтобы понять какие единоборства рабочие какие нет такая хида против нескольких но пусть любители айкидо себя этим успокаивают что они против нескольких можно ли накачаться на по много повторки натурал нет нельзя что-то я вас разочаровываю для друзья хотели накачаться на многоповторки оденче говорит ни хера ни хера не получится накачать глютамин считается что глютамин помогает поднять иммунитет но я в это не верю я больше верю в аскорбиновую кислоту вообще добавок очень много но большинство из них это просто развод на деньги по материальному благосостоянию в общем то да материальное благосостояние ключевой фактор то есть если тебя допустим нету отдельные отдельного жилья квартиры дома и работы чтобы ты мог обеспечивать свою семью то те же не сарана карнитин на диете можно попробовать пить на его значение переоценивать л-карнитин работает только на диете он улучшает транспорт жирных кислот из клетки но это имеет смысл только в том случае когда у вас есть дефицит по калориям каждый день одиночество может довести до чего-нибудь очень хорошего может довести до чего-нибудь плохого все зависит от того в каком направлении ты думаешь ты может быть станешь каким-нибудь великим изобретателем а может быть повесишься все зависит от того какие тараканы и побегут тебе в голову семенихин и таких планов нет ты вообще семенихин насколько я знаю он в основном на западном побережье а я собираюсь на восточная бит суха бит суха ты как горит грустно грустно дэнчик бит суха как найти любимую попробуй перебрать штук 100 нелюбимых вот и мы попадется где-нибудь любимая вахта вахте рознь это да с этим никто не спорит бицепс не покажу он у меня маленькие стесняюсь если бы ко мне пришел омон и начал меня прессовать я бы ничего не делал потому что если вы если к вам приходит домой омон и начинает вас прессовать лучше делать ничего не надо но это в общем то для тех кто немножко в курсе это очевидно кто не в курсе кто смотрелся кино они там тешит себя какими-то иллюзиями если заходит омон надо рожу в пол руки вверх ну в общем так вот чтоб вам это почки там не отбили в процессе определения виноваты вы или не виноваты разговаривать нужно уже со следователем после задержания там нужно разговаривать и адвокатом звонить вот это вот да нужно само нам чего разговаривать у них голова не приспособлена для того чтобы с ними разговаривать страхование это вещь хорошая зубы мудрости не удалял в каком году я достиг фарсы с каждым годом ее все больше и больше этой фарсы становится кто сильнее я ли емельяненко ну если ты имеешь ввиду про единоборство то конечно же не миллионка я этим не занимаюсь дэнчик под протеинами я всегда под протеинами пацаны как развить чувство личности у вас странные очень вопросы есть такие вещи которые присутствуют человеке ли либо не присутствует энерджи дает то нафиг не ваша энерджи дает у меня у там анютка мясца сварила с овощами это гораздо более вкусно как тренироваться с варикозом ну там очень много нюансов ну например нужно использовать компрессионное белье если товарикоз на ногах нужно исключить жесткий пампинг на ноги нужно забрасывать ноги на возвышение для того чтобы кровь отливала там огромный список различных рекомендаций харизму не надо развивать нужно стремиться какой-то цели и в процессе достижения этой цели вы будете приобретать необходимые навыки просто так да вот хочу развить харизму ради харизма это не получится перевел сайт на xin фора с wordpress а потому что wordpress это был персональный блок а мне нужен был форум конференция xin форум более оптимально подходил для моих задач и потому что на нем есть возможность устанавливать плагины дополнительно расширения с персональными блогами и форум существует ну и пока в общем то я всем рад изучение программирования это хороший вариант заработка изучение программирования это хороший вариант трат денег а заработок будет тогда когда ты найдешь как это реализовать у меня на футболке написано пожелание всем людям которые меня любят можете прочесть это после смерти есть различные варианты но вот самый популярный материалистический вариант заключается в том что после смерти вас положат в такую ямку метр на два и вас соживут червяки есть правда и другие более позитивные концепции в которые люди предпочитают верить упражнения для дзюдо их надо показывать например есть такие варианты подворота в блочной раме когда ты берешь за нижний блок держишь ручки и начинаешь резко подворачивать со взрывом упражнений очень много они разные нет я в мафию не хотел дэнчик совершенно не криминогенный товарищ а творчество грега плита слабенько у него было творчество в основном у него было в основном такое знаешь мотивационное все чтобы какую-то действительно толковую программу такого него было маленько мало мало каждый человек имеет нас право на свою точку зрения стариков боготворец сталина это его картина мира это его такое представление у тебя может быть представление другое и может быть он бы спросил а почему у тебя другое сколько людей столько мнений глобал фитнес минске не знаю сбербанк либо т.п. твои отношения хрен редьки не слаще сколиоз сколиоз ну что сколиоз при сколиозе убирайте осевую вертикальную нагрузку толстый торс как сделать старый фон крючки хочешь в будущем будут востребованы программисты и люди творческих профессий и люди медики занимающиеся здоровьем чтобы стать хорошим начальником нужно думать о том что давать людям а не только что брать секта да мы секта а на хромакее хочешь выпуски на хромакее дэнчик может если что если там есть продолжение но мысль будет какая ешкин ты кот все таки же есть продолжение секс расслабляет что делать напрягайся больше в золоте храни пропадает азарт цели давай плиз почему снюсь ну у нас же секта я же должен сниться всем сектантам томск пока не планирую ребят тебе тоже снился вот видишь ребята кому сегодня не снился извините на самом деле я всем снился просто вы забыли вели конечно полезен так же как бег так же как любого кардио кузбассу тоже привет пацаны комрады на украине ждут я знаю все ждут если парень трахнул мою девушку что делать ну вот это слишком мало информации то есть если девушка но это же изнасилование было липы девушка сама пошла на это то есть если девушка на это пошла то нужно бросать девушку да и все кивы кровожадные предзаказ будет актуален до того момента как будет выпущен материал где-то за день до выпуска материала я прекращу предзаказы предварительно скорее всего это будет до 19 числа я планирую сделать релиз 20 числа я надеюсь я успею пока все идет по плану как прогрессировать в кроссфите за гугли Денис Борисов кроссфит в этом в яндексе у меня на ютюбе был сюжет про кроссфит в котором я как раз про прогрессию расскажу я всегда знал что инка моя жена даже когда она сама это не знала китай на вряд ли это не настолько сильный пока что квартиру не покажу то снова обиженный активизируется скажет вот у тебя такие хоромы почему интернете так много тварей ой это хорошая хорошая тема для сюжета потому что есть в интернете определенная анонимность люди не воспринимают интернет как реальную жизнь в реальной жизни они бы побоялись говорить многие вещи в глаза а в интернете есть ощущение безопасности поэтому троллят 52 сантиметра в натураху нельзя раскачать на каком этаже живешь в Киеве? на высоком на самом последнем как Карлсон фильмы сериалы ну когда как иногда вот недавно мы с Аней посмотрели первый сезон черного зеркала хороший сериал я рекомендовал вместе еще раз посмотрел так екатеринбург город крупный но чрезвычайно грязный чрезвычайно плохой по экологии то есть просто у меня моя очень близкая знакомая живет в Екатеринбурге в которой мы со временем институт вместе заканчивали она говорит что невозможно детей постоянно приходится вывозить в Сочи понравились да, в Сочи люблю Дмитрий Пучков прикольный мужчина мне он нравится потому что там денег меньше поэтому хуже живут чем дальше от Москвы тем меньше денег чем ближе к Москве тем больше денег а больше всего вообще денег и лучше всего люди живут в Москве поэтому все в белокаменную и стремятся ладно ребят спасибо за ваше внимание пойду я посплю и продолжу писать 100 плагинов для покорения вселенной давайте хорошего вам дня